Вести дежурная часть готова подвести итоги недели. В студии Андрей Шустав. Здравствуйте. В нашей области возбуждено еще одно громкое коррупционное уголовное дело. Об этом на неделе сделал специальное заявление начальник областного управления МВД Сергей Солодовников. В поле зрения полицейских вновь попало известное предприятие Кировлес. Сегодня задержан гражданин Перминов, который является конкурсным управляющим КУГУП Кировлес, небезызвестного вам, за взятку в сумме миллион рублей. Вы знаете, система конкурсных управляющих образуется при назначении областным судом в те предприятия, которые требуют возвращения долгов государству при нанесении ущерба иными предприятиями. В частности, Кировлес после известного Навального, Опалева и других управляющим арбитарным судом был назначен Перминов. После чего он занимался не возмещением, возвращением долгов в бюджет Кировской области, а эти долги клаусами в карман сам. То есть путем вымогательства денежных средств с предприятий, на действия которых он должен был влиять. Это, по сути, первое дело, касающееся конкурсных управляющих. Считаю, что деятельность их здесь слишком преувеличена. Они не только нарушают закон, но еще и берут взятки. Поэтому я хотел бы обратиться к ним с тем, чтобы они понимали, что ответственность все равно придет. Кировским управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного врача Кировского областного диагностического центра Анатолия Русяева. Он подозревается в превышении должностных полномочий. По данным следствия, Русяев был заинтересован в улучшении показателей работы возглавляемого им учреждения, от которых напрямую зависело финансирование диагностического центра. Для этого было необходимо увеличить поток пациентов, принятых по программе обязательного медицинского страхования. Решение проблемы было найдено оригинальное. Вместо реальных людей по отчетной документации проходили мертвые души, те, кто никогда в центр за помощью не обращался. В ходе расследования установлено, что Русяев, являясь главным врачом от указанного медицинского учреждения за период 2011-2014 года, дал указание подчиненным сотрудникам составить фиктивную медицинскую документацию об осуществлении врачами этого учреждения первичного приема граждан. В результате предоставления указанным медицинским учреждениям недостоверных сведений в страховые компании из фонда обязательного медицинского страхования диагностическому центру было перечислено порядка 1 миллиона рублей. Розыск без вести пропавших граждан – одно из приоритетных направлений работы полиции. Об этом шла речь на брифинге в областном управлении МВД. В течение полугода вели розыск более 1300 человек, пропавших без вести. И если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то в 2014 году заявлений в отделы полиции о без вести пропавших гражданах поступило на 60 меньше. На сегодняшний день в розыске числится 457 человек, из них только 8 пропавших в этом году. Особая категория потеряшек – граждане, заблудившиеся в лесу. Таких с начала сезона уже 17 человек. Найдены 9, из них 6 живыми. Из числа пропавших, многие из них имели хронические заболевания, в частности, те, которые были обнаружены мертвыми, имели хронические заболевания сердечной системы, болели с сахарным диабетом, однако уходили в лес, не брали с собой ни медикаментов, ни запасы воды, минимальные хотя бы. И в следствии чего были погибли. Добавим, что полицейские особо отмечают содействие, которое оказывают в последнее время правоохранительным органам волонтеры поискового отряда «Лиза Айерт». Они оперативно, по первому золу, готовы собраться и выехать в районы, чтобы оказать помощь в поиске заблудившихся. В Вятских полянах вынесен приговор по громкому делу организованной преступной группы. Ее участники занимались вымогательством денежных средств у индивидуальных предпринимателей и простых граждан. В период с начала 2012 по февраль 2013 года организованная преступная группа вымогала путем угроз и насилия денежные средства у граждан на территории Вятско-Полянского района. На последнем эпизоде организаторы ОПГ Лаптев и Соловьев были взяты с поличным. Как тебя зовут? Лаптев Максим Алексеевич. Соловьев, с днём рождения. 11 января 1992 год. Место проживания? Город Вятские поляны. За что задержан? Не знаю. При проведении оперативно-розыскных мероприятий с поличным при передаче денег были задержаны двое местных жителей, ранее судимых, известных в определенных кругах, как Резак и Саля. Данные лица вымогали у индивидуального предпринимателя 20 тысяч рублей за возможность спокойно работать на якобы подконтрольной им территории. В ходе предварительного следствия, которое длилось 7 месяцев, было установлено 11 преступлений, совершенных в составе организованной группы Лаптевым и Соловьевым, квалифицированных по статье 163 УК РФ, как вымогательство чужого имущества и совершение других действий имущественного характера под угрозой насилия. Да, они оказывали довольно-таки сильное давление на потерпевших. В некоторых моментах зачастую просто избивали. В уголовном деле фигурировали еще три человека. Это Власов, Степанов, Клюкин. Они не входили в состав организованной преступной группы, но несколько раз привлекались как исполнители. Также самостоятельно занимались грабежом и хищениями. В процессе судебного заседания все подсудимые вину в совершении предъявленных и доказанных преступлений не признали. Но юридическая оценка их действий была неоспорима. Самое важное было доказать здесь именно квалификацию действий как Лаптева Максима Алексеевича, так и Солуева Вячеслава Валерьевича, а именно совершение имени вымогательств в составе организованной преступной группы. Обвинительный приговор оглашался три дня. Власов получил три года отбывания наказания в колонии общего режима. Клюкин два года шесть месяцев. Степанов проведет два года четыре месяца в колонии строгого режима. Все они были взяты под стражу в зале суда. Лидер ОПГ Лаптев и его соучастник Соловьев отправятся за решетку на длительные сроки. Суд приговорил. Лаптева Максима Алексеевича признать виновным в совершении преступлений. Он назначил Лаптеву 12 лет лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительной колонии общего режима. Соловьеву, ранее судимому за преступление корыстно-насильственного характера, был вынесен приговор в виде лишения свободы на 13 лет с отбыванием срока наказания в колонии строгого режима. Людмила Агалакова, Андрей Третьяк, Вести, Кировская область. На этом все. Берегите себя и своих близких. Удачи и до встречи на телеканалах России.